В парламентской ассамблее Совета Европы появился спецдокладчик по России. Им стал депутат из Эстонии. В контактную группу вошли представители демократических российских сил. Также была сформирована контактная группа. В нее входят руководители ПАСЭ, президент организации Теодорос Розопулос, а также представители российских демократических сил. Среди них Сергей Алексашенко, Михаил Ходорковский, Екатерина Шульман, Анастасия Шевченко и наши коллеги журналисты Кирилл Мартынов и Максим Курников, а также названный Дмитрий Гудков. На первой официальной встрече группы в Париже был представлен план совместной работы. Но к нашему эфиру уже подключается экономист Сергей Алексашенко, участник контактной группы. Сергей Владимирович, доброе утро. Спасибо, что нашли время подключиться к эфиру. Добрый день, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Рад быть у вас в гостях. Расскажите подробности. Насколько долгим был этот процесс, который привел к тому, что появился спецдокладчик по России и насколько это важный разгад решения? Насколько долгим был этот процесс? С 24 февраля 2022 года. В тот момент стало понятно, что Россия переступила грань цивилизованных отношений. И уже через 4 дня президент Путин подписал закон, который разорвал отношения России и Совета Европы. Совет Европы — это старейшая международная организация Европы, созданная в 1949 году и объединяющая все европейские страны. И, собственно говоря, защищающая права человека, основа демократии и сотрудничество стран между собой во многих сферах, за исключением военно-политической и экономической. И в тот момент стало понятно, что Россия стала второй страной, которая пошла по этому пути, вышла из Совета Европы. Первой страной была Греция во времена черных полковников, режим черных полковников в 1967 году. И казалось в тот момент, что на России поставлен крест. Весь цивилизованный мир поставил на России крест и никогда с ней уже общаться не будет. Но, как известно, никогда не говори никогда. И через какое-то время даже самым оголтелым противником России стало понятно, что Путины приходят и уходят, а Россия остается. И что с Россией рано или поздно нужно будет налаживать отношения, что географию не изменишь, что между Европой и Россией нельзя будет прорыть ров с крокодилами, совете заполнить его водой и крокодилами, и что рано или поздно встанет речь о возвращении России в Совет Европы международной организацией. И уже, наверное, в начале 2023 года начались такие достаточно интенсивные контакты между российской оппозицией, европейскими структурами, между Европейским парламентом, с Европейским парламентом, с парламентской ассамблеей, с Еврокомиссией. И постепенно, шаг за шагом, этот процесс двигался. В какой-то мере нам помогал опыт Беларуси, которая прошла этот путь раньше нас. И Светлана Тихановская была признана как официальный представитель Беларуси в парламентской ассамблее. И на самом деле, с начала 2023 года прошло, наверное, пять встреч на разных уровнях. И постепенно вырабатывался план взаимодействия, в который вошло и назначение спецпредставителя по России, спецдокладчика по России, и в перспективе создания представительства российских демократических сил в парламентской ассамблее Совета Европы. То есть процесс был достаточно длительный, но надо сказать, что достаточно эффективный. Я не могу сказать, что этот был процесс, знаете, как вот stop and go, шаг вперед, два шага назад. Нет, мы последовательно двигались, может быть, не так быстро, как хотелось, но гораздо быстрее, чем с другими европейскими структурами. Что меняет то, что появился спецдокладчик по России? Что это будет значить в практическом возможном измерении? Это означает, что парламентская ассамблея, а это представительство членов парламентов европейских стран, будет внимательно отслеживать ситуацию, которая происходит в России, и будет обозначать те проблемы, которые нужно будет обсуждать, и решения, которые нужно будет обходить, которые мешают России вернуться в Совет Европы. То есть ровно в тот момент, когда в России поменяется политический режим, ровно в тот момент, когда Россия задумается о том, чтобы вернуться в европейскую семью, парламентская ассамблея готова будет предложить российским властям набор шагов, набор действий, который приведет к переподписанию России европейской хартии и включению ее вновь в Совет Европы, с тем, чтобы Россия заняла свое место, которое она занимала до этого момента. Глава спецзакладчик по России Эрик Нильс Кросс, эстонский депутат, представил также дорожную карту совместной работы. Что входит в эту дорожную карту, каким образом контактная группа и ПАСЭС здесь будут двигаться? Ну, вы знаете, я бы не хотел уже раскрывать все карты, внутренние карты парламентской ассамблеи. В конце концов, это документ, который, если ПАСЭС посчитают нужным, опубликовать, они опубликуют. Но в этом документе содержатся те, как бы, знаете, маркеры на ближайший год, те встречи, которые у нас запланированы, те проблемы, которые мы готовы обсуждать и те решения, которые будут готовиться в парламентской ассамблее, включая, как я повторил, создание представительства российских демократических сил. Дмитрий Гудков отметил, что контактная группа, в которую вы входите, предложила также ПАСЭС сформировать ясную и четкую стратегию в отношении России об отсутствии какой-либо стратегии, четкой и ясной. Говорила также Юлия Навальная, выступая в Словении. На ваш взгляд, почему такие проблемы со стратегией возникают, или, возможно, на ваш взгляд, не возникают в Евросоюзе спустя два с половиной года полномасштабной войны России против Украины? Ну, про Евросоюз сейчас вообще очень сложно что-то говорить, потому что Еврокомиссия находится в периоде переназначения. Но мне кажется, что принципиальная разница между парламентской ассамблеей, между ПАСЭС и Европарламентом с одной стороны и Еврокомиссией с другой стороны состоит в том, что в ПАСЭС и в Европарламенте избранные политики, которые проходят через горнила выборов, и которые занимаются политикой, смотрят в будущее, и которые готовы оперативно реагировать на изменения ситуации. А Европейская комиссия — это бюрократическая структура, которая хорошо работает для поддержания действующей системы, но которая абсолютно не создана для того, чтобы менять что-то в своей работе. И поэтому изменение позиции Еврокомиссии, изменение взглядов Еврокомиссии, сотрудничество с Еврокомиссией идет гораздо тяжелее, ровно потому, что этих людей, для них главное, чтобы ничего не изменилось. Поэтому с политиками разговаривать проще, но это действительно политический диалог, потому что пока речи о том, что перед Еврокомиссией могут стоять сегодня какие-то задачи, не стоит. Но из разговоров с контактной группой со стороны ПАСЭС, из разговоров с членами Европарламента, которые общаются с российскими демократическими силами, мы знаем, что у них есть свой диалог с представителями Еврокомиссии. То есть они на своем уровне общаются, может быть, не всегда эти встречи проходят официально, но Еврокомиссия в курсе того, что происходит, внимательно за этим следит. Будем наблюдать, в том числе и за, возможно, первым докладом, контактные группы и спецзакладчик из Эстонии Эрика Кросса. Спасибо, что рассказали подробности, будем ждать новостей. Сергей Алексашенко, участник контактной группы, экономист, был гостем программы «Вот так». Спасибо большое, до свидания, до новых встреч.